Приветствую всех на канале Proxy Seller. Меня зовут Максим и в этом видео я расскажу и покажу, как настроить корректно прокси в программе KeyCollector для того, чтобы вы могли надежно и безопасно парсить Яндекс и Яндексовский Wordstat. KeyCollector на сегодня считается одним из ведущих софтов, предназначенных для сбора информации. Зачем, вы спросите, необходимо настраивать для данного процесса прокси в KeyCollector. Все очень просто. Если вы работаете с огромным массивом данных, с большим набором информации, то обработка может занять весьма много времени. А с настроенным прокси это время в разы сокращается, что упрощает и ускоряет вашу работу. Итак, начнем с настройки прокси. Открывайте программу KeyCollector. Слева сверху найдите шестеренку. Это настройки. Нажимайте. У вас открывается меню с настройками сети, парсинга и другие опции. Заходите во вкладку сеть. Сверху найдите использовать прокси сервер. Сделайте галочку активной. Правее от этого вам нужно выбрать порт вашего прокси. Для парсинга я рекомендую использовать исключительно HTTP порт, так как он более стабильный. Зачастую бывает так, что KeyCollector помечает прокси сок с портом, как нерабочий. Немного ниже найдите отключить в настройках отброшенные при парсинге прокси серверы. Сделайте галочку активной. Зачем это надо? Чтобы программа не тратила время на нерабочие прокси, которые вы немного позже введете. Это упрощает и ускоряет вашу работу. В самом низу данного меню вы видите поле, куда можно добавить ваши прокси. Если у вас они сохранены на компьютере списком, то нажимайте добавить из буфера. Находите на компьютере нужные файлы и добавляйте сразу все прокси сюда. Если же у вас один или несколько прокси, которые надо задать вручную, нажимайте добавить строку и вводите ваш прокси. Если это бесплатный, то только IP и порт, а если персональный, то IP, порт, логин и пароль. Введенные прокси появляются в списке и теперь нужно проверить их работоспособность. Выше данного поля сперва найдите количество потоков. Количество потоков должно соответствовать количеству заданных прокси. Выше найдите проверить в Яндекс.Вордстат. Нажимайте. Через несколько секунд прокси будут проверены. Если на серверах нет капчи, то программа пометит их зеленым цветом. Если капча какая-то будет, то вы увидите соответствующую пометку в поле коэффициент капчи. И такие прокси я рекомендую удалять, чтобы, как я уже ранее говорил, они не использовались в холостую в программе и не занимали вашего времени. Бывает такое, что все прокси красные и нерабочие. Это, как правило, из-за того, что они публичные и уже забанены. А потому я рекомендую приобрести персональный прокси с гарантированной работоспособностью. Для этого я рекомендую надежный сервис по продаже прокси proxyseller.ru. Персональный прокси с поддержкой 24 на 7 идеально подойдут для серьезной работы и обеспечат анонимность на должном уровне. С такими прокси у вас не будет капчи и вы сможете работать анонимно. Напротив помеченных зеленым ставим галочки и внизу нажимаем сохранить изменения. С настройкой прокси закончено. Теперь переходим к настройке Яндекс Директ и аккаунтов для этих прокси. Заходите во вкладку парсинг в Яндекс Директ. Сверху вы видите настройка аккаунтов Яндекс. Тут вам нужно задать ваши аккаунты Яндекс. По аналогии с настройкой прокси вы можете выбрать списком из файла на вашем ПК, нажав добавить списком. Или вручную ввести построчно, нажав добавить строку. В открывшемся окне вы увидите как правильно задавать Яндекс аккаунт. Оптимально, чтобы количество аккаунтов Яндекс совпадало с количеством введенных прокси. Ниже вам необходимо проверить аккаунты на работоспособность. В поле проверка аккаунтов Яндекс Директ найдите количество потоков и поставьте ту цифру, которая соответствует количеству заданных прокси. Справа нажимайте запустить. Работоспособные аккаунты будут подсвечены зеленым. Поставьте напротив них галочки. Далее внизу сохранить изменения. Яндекс Директ и прокси настроены. Теперь зададим настройки для парсинга и вордстата. Переходите во вкладку общие. Тут по умолчанию стоят стандартные настройки, но я их продублирую, чтобы парсинг был оптимально настроен. Добавлять в таблицу фразы, содержащие не более n слов. Оптимальным количеством слов является 10. Количество повторных попыток загрузки страницы. Оставляем 30. Тайм-аут ожидания ответа от сервиса. 30 тысяч миллисекунд. Режим сбора. Отмечайте строки с неполученными данными. Все остальное на свое усмотрение. Нажимайте сохранить изменения. Теперь открывайте вкладку Яндекс.Вордстат. Зададим и тут оптимальные настройки для работы. Я буду называть оптимальные значения, но вы можете их корректировать по ходу работы под себя. Глубина парсинга. Ставьте 0. Парсить страниц 40. Добавлять в таблицу фразы с частотами от x до y. Оставляйте как есть. Сделайте активной автоматически записывать 0 в колонке частот и если базовая частота 0. Маска запросов пользовательского формата. Выставляем значение query. Задержки между запросами от x до y от 25 тысяч до 30 тысяч. Количество потоков должно быть равным количеству введенных прокси. Все остальное можете задавать на свое усмотрение. Внизу сохраняйте изменения и все. Теперь вы можете спокойно анонимно парсить и работать с Яндекс.Вордстат. Настройка закончена. Удачи! Подписывайтесь на канал Прокси Селлер и ставьте лайк. Впереди еще много полезных советов, которые упростят вашу работу. Пока!